Леон Григорьевич, красиво ты придумал Леон Григорьевич. Я тебе объяснял, что выигрыш найду, но не нашел. Ну что, это прямо выграно? Конечно же нет. Так, назад, назад. Про кого ты же говорили? Про Ананда, по-моему, что он лучше всего играет, когда боится. Ну вот Рустам, Рустам в интервью мне сказал, что я говорю, а что вот Ананда там нервничает, у него зубы стучат об стакан, я это слышал неоднократно от ноги шматисну, он говорит, но это волнение тигра перед атакой. А по-моему, брехня, миллион раз он все отдавал, скажем, когда у него зубы. Зато красиво! Один наш шахматист сыграл в супер турнире, и по-моему там набрал два с половиной, не знаю, скольки. И мы встретили его в аэропорту, и он нам говорит, слушай, ну Каспаров, я чувствовал фарси со мной, страшно боялся, он просто дрожал, а я говорю, понятно, что про себя думаю, понятно, что дрожал, боялся такого лоха не обыграть. То есть, понятно, нервы совсем другие. Так что все зависит, с кем ты играешь, в принципе. Но с другой стороны, может, я уже там ладья, не знаю, или а2, или ладья b3, вот как-то хожу. Ладья b3, ладья c1, я ждал тебя, я ждал тебя так долго. Я все свои эмоции стерек, не говорил ничего, ждал зевка. Я когда, так сказать, в большие шахматы пришел, я был уверен, что Бореев и Дреев должны быть лучшие друзья, потому что фамилии похожи, оба играют в каракан, и во всем да. Почему нельзя взять коня, скажите, будьте же людьми. А, тут, кстати, вот пишите, я вообще думал, что Бореев и Дреев – это один человек, типа, опечатка где-то, но на самом деле это не совсем шутка, потому что в советском спорте, вот насколько я знаю, в 95-м году, что ли, в сборной России играл, какой-то командный шпионат мира, и вот журналист, он не мог поверить, что это два разных человека, и он писал Бореев. Бореев, Бореев, да. Бореев. А секунду, а Тимур Гореев, разве это не их затеянный брат? Мы, кстати, сегодня говорили уже о нем, да, как о рекордсмене в сеансе вслепую, да. Мне кажется, что он немного дискомфортно пока себя чувствует, вот именно в матче с Яном. Чуть-чуть. Я бы не сказал, я смотрел одну пресс-конференцию без звука, но там… Ребята, смотри, я вам скажу большой секрет. Так. Слушать музыку или в опере нужно закрывать глаза, чтобы понять, что творится лучше всего. А слушать пресс-конференцию шахматистов нужно выключенным звуком, чтобы смотреть на бицепель. А вы тут смеетесь. Ребята, у меня еще есть один выбор в запасе. Давай. Ты мне знаешь, Леон, ты мне напоминаешь этот анекдот про Равина, когда еврей приходит к Равину и говорит, у Треби у меня куры дохнут. Знаешь, да, наверняка? Серьезно. Нет? Нет, я не знаю. Тот говорит, а, ну, говорит, ты вот у себя во дворе, там, возьми палочку и нарисуй квадратик. Тот, ну, ладно, странно, уходит там. Опять через несколько дней приходит, говорит, Ребя, ну, продолжают, куры дохнут. Говорит, да, мы сейчас подумаем. А, ну вот, ну ты приди, значит, и там во дворе палочкой нарисуй кружочек. Странно, уходит там. Опять через несколько дней приходит. Ну, дохнут куры, дохнут Ребя. Да, ну что же делать? А, ну, придумал. Приди и во дворе палочкой, значит, треугольничек нарисуй. Ну, тот уходит, приходит опять через несколько дней. Говорит, Ребя, ну слушайте, ну все куры сдохли. То есть, да, жалко. А у меня еще столько идей было. действительно похоже нет не знал первый раз наверняка классика но и не знал да так ну да давай или он говорит что там у тебя еще в загашнике